Все, снова по второму кругу сегодня уже. Всем здравствуйте. Так, теперь напишите мне, пожалуйста, как видно, как слышно, все ли здесь у нас теперь на этом рабочем месте хорошо. Так, коллеги, я думаю, что многие из нас теперь прослушивают этот вебинар в записи. Подсоединяемся те, кто есть. Да, благодарю, кто дождался следующей части нашего вебинара. Все видно и слышно. Все отлично, отлично. Так, коллеги, сейчас я вкратце повторю то, что я говорила утром, чтобы все, все вижу, да, отлично, чтобы у нас остался этот вебинар в записи изначально. Итак, времени немного, поэтому будем с вами все в режиме. интенсивно. Итак, наша кожа, да, представляет собой экранный орган, как мы все с вами уже прекрасно знаем, что экранный орган – это то, что отражает все наши процессы, все наши активности внутри нашей системы, нашей большой кибермашины под названием организм. поэтому кожу мы можем также представить в виде такого интерфейса, который сохраняется между нами и внешним миром. И внешняя оболочка каждой нашей отдельной клетки – это так называемое окно, через которое мы можем с вами заглянуть, как в такой неизученной микроскопы, и рассмотреть, что же, собственно говоря, внутри происходит. Препараты Биомэк и Биоокси можно провести такую отличную аналогию, чтобы запомнил каждый, для чего эти препараты применимы. Это можно представить как аквариум с рыбками, да, вот наши клетки, наши фибробласты, наши активные компоненты, глюкозаминогликаны – это вот эти вот рыбки, плавающие в аквариуме, а вода, в которой они плавают, – это вся вот эта жидкость, это вся наша основа экстрателлюрального матрикса дермы. И очень важно нам именно поддержать вот это состояние внутренней среды нашего организма для того, чтобы нашим с вами клеткам было активно там рождаться, проживать, синтезироваться и все процессы нам известны биологически и осуществлять. Поэтому препарат Биомэк и Биоокси – универсальные усилители всевозможных, всех активных наших с вами препаратов, которые мы уже знаем. И это также самостоятельные, в том числе, продукты. Первое, что мы должны с вами запечатлеть, заложить себе на подкорковом слое, это когда к нам приходит пациент, мы должны правильно провести его диагностику, качественно его продиагностировать и прианализировать каждого нашего пациента. То есть нужно четко понимать, какому пациенту нужна регенерация, какому пациенту нужна биостимуляция и какому пациенту нужен полностью, так скажем, апгрейд, полностью реконструкция, что его полностью нужно переделывать. На картинке, на фотографии представлены пациенты, и как раз все разложено. Крайняя фотография пациентки – это пациент правильно продиагностирован и проанализирован, и здесь выявлено, что такого пациента нужно будет регенерировать. Так как мы видим, что здесь процесс омоложения, он явно должен быть. Средняя фотография пациента – это пациента на такую очень широкую методику, такую как биостимуляция. Вот здесь нужно стимулировать коллаген как третьего типа, так и первого типа, для того, чтобы улучшить его внешний вид, для того, чтобы ему дать максимальный антиэйдж-эффект. И крайняя фотография справа – это пациент для реконструкции, пациент для полностью, так скажем, полного восстановления. То есть здесь нужно взять пациента и в прямом смысле переделать. Поэтому мы должны с вами четко понимать, какая у нас с вами задача, что нужно сделать с кожей пациента, что нужно сделать для того, чтобы его омолодить, улучшить, ему качество жизни, его максимально сделать счастливее. Это все разные методы. Регенерация, биостимуляция, восстановление – это все разные методы, которые требуют определенных продуктов. И обязательно все эти продукты должны работать вместе с синергией. Они должны быть обязательно интегрированы в комплексе друг с другом и, конечно, подбирать их в правильном индивидуальном порядке. Надежда спрашивает, как ориентироваться на жировые компартменты? Жировые компартменты нужно ориентироваться, когда пациент у нас уже, как на крайней правой фотографии, да, вот здесь мы видим, что уже жировые суфы-рофы у него опущены вниз, да, они гравитационный тоз здесь явно наблюдаемый, да, смещение костей в том числе. Ну, ориентация у нас, надежда, в том числе и на жировые компартменты, также мы здесь смотрим состояние эпидермиса и дыру. И ранее наши вебинары, курс наших ранних вебинаров, да, скажем так, первая часть, где мы с вами обсуждали, что такое биостимуляция, это мы скинормалайз разбирали глубоко, скинореструктур, и все вот эти моменты, которые мы там выявляли, как же, собственно говоря, происходит обсторение, мы применяем теперь здесь, это такого широкого понятия теперь у нас с вами спектр, методик. Мы здесь должны хорошенечко знать, наши должны быть знания, здесь многофункционально, чтобы понимать, какой метод применяется к какому пациенту. На жировые компартменты, конечно, обращаем в том числе, в том числе и в том числе и внимание, но также и состояние эпидермиса, как его продиагностировать, в каком он состоянии, состояние дермы очень будет играть большую роль, да, если, скажем так, еще как оценивать глубоко, можно пройти генетический тест и более ярко видеть, какой ген разрушает коллаген, да, какой тип коллагеназа запускается, ну и так далее, и так далее, это если очень глубоко рассматривать визуально, что мы с вами можем сделать, это, конечно, определить состояние эпидермиса и дерму, да, для этого у нас есть тесты для определения дермы визуальные, тактильные, мы тоже неоднократно рассказывали, как это сделать, ну и в том числе, конечно, и первый внешний вид, что нам бросается в глаза, но также, ну, пожалуйста, собирайте полностью анамнез, выявляйте его дополнительные, скажем так, изменения, дополнительное то, что у него происходит внутри, да, его какие-либо хронические, либо системные моменты. Итак, как же, собственно говоря, у нас с вами производится, происходит, функционирует энергия в организме? Энергия в организме у нас все время движется, она у нас не останавливается на месте, да, это энергия, если мы здесь рассматриваем теперь уже, как на Тинуэле, комплексную терапию, сочленение, перекрестного сочленения, как и восточной, так и западной медицины, то мы здесь говорим с вами уже о более таких серьезных понятиях, как энергия ци, да, которая функционирует у нас в организме глубоко, это то, с чего, чем, что мы есть, чем мы дышим, как и какое излучение от нас исходит, и что же такое меридианы, что же такие биологически активные точки. Теперь вновь повторюсь, да, тот, кто услышал ранее, для вас будет повторение. Итак, у нас энергия функционирует на картинке, прям вот идеально изображено на средней картинке, как она у нас функционирует, да, она у нас такая спиралевидная, сфера видная, энергия, и она начинается у нас от кончиков пальцев, заканчивается кончиками волос, поэтому это такая многоступенчатая, многослойная сфера, многослойная энергия функционирована. У нас также в организме, в нашем теле, в нашей кипернетической машине есть такое понятие, как чакры, это такие мощнейшие, самые мощные энергетические центры, да, в которых, собственно говоря, и зарождается вся наша с вами излучающая энергия. Так вот, у каждой меридианы, да, у нас их существует 12 основных, у каждой меридианы есть свои биологически активные точки. Что это такое? Ну, очень вкратце, конечно, расскажу, чтобы было понятно для каждого из нас, и вы смогли донести до своего пациента, что же это такое. Первая энергетическая, биологическая, энергетическая точка – это сгусток энергетического заряда, а митохондрии нам дают энергетический заряд, уже, так скажем, разряд. Поэтому мы неоднократно на наших вебинарах говорили о том, что очень важно дать энергии, клетке энергию. И мы говорили, что у нас есть прекрасный митохондриальный энергетический пилинг, как РХ-50, который дает возможность максимально зарядить нашу кожу энергией. Так вот, клеточки митохондрии, разряд между ними, это, собственно говоря, есть вот этот энергетический потенциал. Поэтому здесь биохимическое понятие митохондрии очень глубокое. Очень важно дать энергию клетке для того, чтобы она активно начала вырабатывать все те компоненты, которые мы ей задали. Функционируя в этих биологически активных точках, вот эти сгустки энергетических разрядов митохондрии, мы с вами, прорабатывая с этими точками, даем возможность активировать, скажем так, на самом высоком уровне и дать самую высокую полезную терапию благодаря активации именно биологически активных точек. Поэтому крайне важно препарат понимать, препараты знать, чтобы понимать, куда еще его применить, на какие биологически активные точки. Мы сегодня с вами об этом поговорим. Препараты, что биомэк, что биокси, это и самостоятельные препараты, в том числе, да, как я уже сказала, и усилители наших активных продуктов, которые мы с вами уже знаем, как Skin Normalize, как Skin Restructure, как The Look Professional, Botafil, фаза 2, да, как H-Spot, меланин-контроль. Это так называемые активаторы, да, можно еще так сказать. Итак, я препарат биокси назвала бустером, да, это так называемый усилитель, это такой активатор действующих компонентов, которые уже содержатся в препарате, но его также еще раз повторю, можно применять самостоятельно в моно-варианте. У нас с вами также есть такая система, да, наш организм, сложный механизм, сложная машина, и у нас есть с вами набор, система саморегуляции, которая поддерживает вот эту всю нашу машину в состоянии окислительно-восстановительных процессов. Конечно, такой системой является окислительно-восстановительная биология, либо можно сказать окислительно-восстановительные реакции, которые так важны нашему организму, мы всегда говорим, очень важно сохранять окислительно-восстановительную реакцию на высоком уровне, да, очень важно обменные процессы поддерживать в норме, очень важно производить процесс детоксикации, очень важно насыщать нашу ткань правильными компонентами, правильными аминокислотами, правильными биологически активными добавками и так далее, чтобы поддерживать окислительно-восстановительное состояние, окислительно-восстановительные реакции в балансе. Именно баланс окислительно-восстановительной системы и является базовым для предотвращения старения клеток. Поэтому равновесие, баланс – это кардинальная система. Главное нам что? Главное сохранить равновесие между кислительно-восстановительными реакциями. Но если это явление особенно ярко выраженное, особенно интенсивное, а наша антиоксидантная защита, наша антиоксидантная система, недостаточная для того, чтобы мы поддержали равновесие кислительно-восстановительной реакции, может возникнуть такая ситуация, как известно нам, как окислительный стресс. Это такое сложное состояние окислительного стресса в системе наблюдается, которое влечет за собой изменение полностью структуры формирования коллагена, эластином и так далее. Так вот, редоксистема – это окислительно-восстановительные реакции, либо редоксистема. Ее главная задача – замедлить старение. Ее главная задача, когда она равновесие, замедлить старение. И что мы должны делать? Мы должны замедлить процесс старения, досупрессировать его, подавить этот процесс старения. Так вот, когда производство свободного радикала кислорода в нашем организме высокое, и системы нашей защиты с вами неэффективны, и мы можем отрегулировать состояние окислительного стресса, то у нас наступает такой процесс дисбаланса, как прооксидант. Вырабатывается такой дисбаланс прооксидантный. В этих условиях существует высокий риск клеточного и суклеточного повреждения, так как митохондрия, так и клеточное старение, которое связано с гибелью клеток, ну и так далее. Так вот, что же такое прооксидантное действие? Если мы запускаем, если мы допустили дисбаланс, окислительно-восстановительные реакции, дисбаланс, то есть у нас нет равновесия между этими процессами, то мы запустили с вами прооксидантное действие. А прооксидантное действие – это и есть усугубление течения обменных процессов. Это наблюдается с увеличением свободно-радикального перекисного откисления липидов и разрушения клеточных мембран. Кому же это нужно? Конечно, это не нужно. Какие же процессы у нас приводят нашу систему к повреждению, а какие – к восстановлению? Ну вот такая вот редокс-биология, баланса – это у нас с вами, что приводит к цветотоксичности, что нашу клетку приводит, запускает к токсичности. Свободные радикалы кислорода, азота, такие как интерлекины, воспалительные цитокины, ну и так далее. Это все приводит к цветотоксичности. Вот здесь вот на этом слайде доктор Вида показывает нам, что есть темная сторона, и есть так называемые добродетели, которые помогают нашим клеткам, помогают нашим тканям. Так вот, сила, вот эта баланса, сила может как запускать, вот благодаря свободному радикалу кислорода, озона, интерлекинов, воспалительных цитокимов, приводить к цветотоксичности, и, соответственно, к повреждению клетки. Так и есть эта добрая сторона, которая помогает нам. Что это такое? Это у нас факторы роста, это фактор роста эдотелия сосудов, нам неизвестно. Это аргеназа. Вот она нам дает возможность, благодаря иммунной супрессии, привести к восстановлению наших тканей. Поэтому очень важно сохранить вот этот вот именно баланс между системами окислительно-восстановительными. Также, когда у нас наблюдается в организме окислительный стресс, что такое инфломейджинг? Это воспаление, характеризующее старение, и также оксидативный стресс. Два понятия, они сочленяются между собой, они в комплексе между собой. Инфломейджинг – старение и окислительный стресс. Так вот, окислительный стресс – это же воспаление, это же хроническое воспаление, хроническая какая-то болезнь. Видите, как оксидативный стресс и инфломейджинг влияют буквально на любую систему. Это и сердце, это и глаза, это и сосуды, это и всевозможные мультиорганы, такие, да, как называемые, приводят к чему? И к диабету может привести окислительный стресс, и инфломейджинг приводит к разрушению иммунной системы, к хроническому воспалению, к опухолям, к аутоиммунным болезням и так далее. Если мы возьмем глаза, да, то это у нас с вами катаракта, сердце, всевозможные нарушения миокарной, ну, это инфаркты, гипертензия и так далее, и так далее. Вот с кожей, да, что же происходит под воздействием инфломейджинга и оксидативного стресса с кожей? Ну, конечно же, это у нас старение нашей кожи, да, это старение, это в итоге мы наблюдаем такое тяжелое заболевание, как псориаз, дерматиты, меланомы и так далее. Это все, вот такая у него подложка, это все воспаление, инфломейджинг и оксидативный стресс. Поэтому наблюдаем, обязательно наблюдаем равновесие систем окислительно-восстановительных. Далее, все это очень хочу вам сказать, что же такое у нас воспаление. Да, вот здесь вот на этом слайде представлено воспаление, причины и окислительный стресс. То есть, какое у нас первое, что у нас есть, воспаление, какие причины были для воспаления и в итоге, что мы получили окислительный стресс. И здесь же обратная сторона медали, стрелочка с двух концов, и здесь у нас с вами что? Окислительный стресс, его причина окислительного стресса, к чему приводит это к воспалению. То есть это два процесса взаимосвязанных между собой, взаимообратных между собой. Воспаление, причины воспаления, следствие окислительного стресса. И окислительный стресс, причины и следствия воспаления. Что же у нас, собственно говоря, приводит к вот этому вот дисбалансу, к этому нарушению? Когда мы говорим о воспалении, о причине воспаления и как следствие оксидативного стресса, что же это, какие у нас таргеты, каких моментов здесь наблюдаются? Это производство свободного радикала кислорода имеет очень важное значение в прогрессии воспалительных заболеваний. Свободные радикалы кислорода в клетках в ответ на воспаление, они реагируют сами, как медиаторы воспаления. В области воспаления активизируется клетка, которая производит свободные радикалы, как кислорода, так и азота, которые повреждают ткань. И вообще любые инфекции не усиливают производство свободного радикала кислорода и как следствие это оксидативный стресс. Теперь смотрим в другую сторону медали. С правой стороны представлены у нас с вами окислительный стресс, причины и воспаление. Какие же причины окислительного стресса и как следствие приводят к воспалению? Это прооксиданты. Вот прооксиданты, которые говорят прооксидантные действия, это усиление активного процесса. Так вот прооксиданты, они запускают как каркас внутриклеточных систем, которые увеличивают активность крово-воспалительных генов. Свободные радикалы кислорода производят уже повреждения митохондрий и могут активировать молекулярные пути инфломасом. Вот этих вот клеточек, которые отвечают за инфломейтинг, которые отвечают за воспаление равностарение. Поэтому здесь свободные радикалы кислорода произвели повреждения митохондрии, активировали инфломасомы и это привело к активации воспалительного медиатора. Поэтому здесь процесс оксидативного стресса и как следствие воспаления тоже очень важен, как у нас работают свободные радикалы кислорода. А вот ДНК, поврежденная оксидативным стрессом, что она делает? Она уже индуцирует каскады сигналов, которые приводят к экспрессии провоспалительных генов и к воспалительной инфильтрации. Поэтому, да, коллеги, пожалуйста, запоминаем понятие. Очень важно глубоко осознаем, для чего применяются данные методики, зачем они нужны сейчас нам, чтобы мы с вами хорошенечко знали применение, для чего мы их должны применять, почему они, чем они так уникальны. Китительно-восстановительная биология, да, инфломазона так называемая. Так вот, в ходе воспалительных процессов макрофагии и гранулоциты, они вырабатывают многочисленные вещества, в том числе и окислители, такие как свободные радикалы кислорода, азота. Вот они играют важную физиологическую роль, так называемого, естественного иммунитета. Так как происходит у нас с вами свободные радикалы кислорода и запуска воспаления в борьбе со старением, мы производим какую-либо стимуляцию, все на этой же картинке, да, и осталась я. Мы с вами производим какую-либо стимуляцию, что происходит потом. Вот по стрелочке здесь у вас схема, я думаю, все вы ее видите и поймите для себя ее. Когда мы проводим какую-либо стимуляцию, что происходит? У нас запускаются свободные радикалы кислорода, то есть что уже происходит? Дисбаланс, редокс-система, действительно восстановительная система. Далее включается у нас транскрипционный фактор активации. Да, я здесь проводила аналогию с транскрипционным фактором с меланосом, да, в процессе выработки меланина. Там тоже есть транскрипционный фактор. Далее, что у нас происходит? Далее, после транскрипционного фактора активации у нас с вами срабатывает провоспалительный ген. Далее мы координируем, видим, что включаются провоспалительные молекулы, и это все приводит к хроническому воспалению, как повреждения клеток и тканей. Ну и вследствие мы наблюдаем с вами старение и уже существующие какие-либо патологии. Поэтому думаем хорошо, прежде всего, что мы будем стимулировать, и нужна ли эта биостимуляция. Может быть, возможно, нужна нам биопротекция, да, изначально, а не биостимуляция. Поэтому здесь мы, такой, скажем, цель наших новых продуктов – это новый путь, это база для того, что мы будем делать далее, что мы будем делать после. И я призываю вас к тому, чтобы самое главное, вы для себя понимали, да, что важна вот эта среда, в которой живут наши с вами клетки. Самое важное – это цельюральный матрикс кожи, его биодоступность. Данные препараты являются как биостимуляторами, так и биопротекторами. Это два понятия, ну, скажем, в двух этих препаратах. Это очень важно понимать. Да, потому что все равно волокна уже фрагментированного коллагена, они дают свой исход. Если матрица в таком, скажем, плохом, тяжелом, болезненном состоянии, не в активном, продуцированном, тогда фибробласты, они, ну, скажем, такие деструктурированные, да, они себя достаточно плохо ощущают в этой среде. И фибробласты в старой коже у нас что делает? Он производит уровень лишь только одного белка. Да, мы вводим понятие здесь такого белка, как ЧЧН1, который ухудшает гомеостаз нашего коллагена. Поэтому уменьшается синтез и продукция нового типа коллагена и увеличивается деградация самого коллагена. Поэтому понятие о белке ЧЧН1 нам здесь нужно для того, чтобы его максимально супрессировать, максимально подавить. Про белок ЧЧН1 я думаю, что конкретно на этом останавливался. У нас были ранее вебинары у Дмитрия Александровича конкретно по составу каждого компонента в продукте. Поэтому вы можете прослушать отдельно в моно-варианте. Я вам расскажу такое практическое применение данных продуктов, как их куда применять и с чем еще совмещать. Коллеги, еще буквально несколько слов. Хотела вам сказать о... У нас есть такое также понятие, как редокс-биология энергетическая. Что все-таки свободные радикалы кислорода, они образуются на уровне митохондрии и имеют разрушающее воздействие. Поэтому наш организм активирует антиоксидантную систему, чтобы поддержать редокс в равновесии. И вот именно метаболизм в митохондрии, он будет являться источником биологической энергии в виде АТИ, в виде той энергии, которую мы получаем. И митохондрии являются ключевыми элементами в процессе дифференцировки клеток. Еще раз делаю акцент, что очень важно состояние самих митохондрий. И у нас есть с вами прекрасный митохондриальный пилинг, прекрасная митохондриальная энергетическая процедура RX50. Сегодня мы с вами рассмотрим протокол проведения RX50, потому что именно митохондрии, они как двигатели процесса. Но митохондрии тоже могут производить, точнее они и так производят так называемые выхлопные газы, как свободные радикалы кислорода. И как у любой кибернетической машины есть как двигатель, так и глушитель. Так вот, система глушения, вот этой выработки выхлопных газов у митохондрии является система глютатиона. Именно он дает возможность нейтрализовать повреждения действия свободного радикала кислорода и предотвратить дисфункцию митохондрии. Старение митохондрии у нас тоже является одним из ключевых моментов, потому что клетки митохондрии тоже имеют этап старения. Как клеточные органеллы митохондрии обеспечивают производство АТФ и помогают нам поддержать гомеостаз нашего кальция в клетке. Поэтому именно митохондриальный распад играет важную роль в процессе старения митохондрии. Что же нам дает наш прекрасный препарат Биоокси? Вот сейчас подробно на нем. Биоокси. Биоокси – это омоложение митохондрии. Вы можете так себе прям и зафиксировать, что это препарат для омоложения митохондрии, для увеличения энергии АТФ, для увеличения энергии АТФ. Этот препарат уникальный препарат, я даже так могу заявить, что он дает вам возможность привести систему редокс в баланс, сделать равновесие этих двух систем, увеличить АТФ. И также что вы сделаете? И Биоокси является регенератором клеток. Он является регенерирующим направлением в контексте регенерации. Свободные радикалы кислорода нам приносят, конечно же, вред. Можно сравнить это, к примеру, с таким смогом, который у нас происходит в экзофакторе. И чем больше работают митохондрии, тем они больше производят энергии, как наша станция в нашей реальной жизни. Так вот, чем больше они производят энергии, тем больше они производят радикалы кислорода. У нас есть, конечно, антиоксидантная система. И одной из них, самый важный антиоксидант, самый активный, самый значительный в нашей системе является антиоксидант глютатион. Это самый мощный наш активатор, самый мощный наш спаситель. Старая кожа, очень низкий уровень глютатиона, и это приводит к дисфункции митохондрии. Так вот, изменение самой структуры фосфолипида меняет оболочку трансмембранного белка. Поэтому это биокси, это баланс, редоксистемы, это благоприятная среда для регенерации. И это увеличение биологической энергии. Состав препарата, да, буквально там три слова скажу, потому что более подробно, как я уже говорила, вы можете прослушать вебинары, которые у нас состоялись 4-5 марта, и там более подробно все изучить. Это расфератрол, это комплекс бакалина, глютатиона, тепепсид, хронодин, ацетилалькарнитин и фрагментированная гиалуроновая кислота. Самое важное, что биокси является биологическим активизатором, да, регенератором, как было уже сказано. Также это мощный антиоксидант и клеточное противовоспалительное действие, которое очень важно нашей коже, чтобы нам не допустить процессы воспаления внутри клетки. Итак, да, коллеги, и вообще, чтобы не допустить никакие воспалительные процессы. Итак, коллеги, подробно на составах, я уже сказала, мы не останавливаемся, мы сразу переходим с вами к практической, скажем так, отработке, к практической наработке. Итак, коллеги, сегодня мы поговорим о препарате биоокси и биомэк в практическом применении. Итак, биоокси, препарат, который представляет собой флакон из 10 мл, да, это такой аперогенный флакончик, здесь стерильный препарат, поэтому препарат достаточно жидкий, да, практически, я вам покажу, у меня есть картинка, как это выглядит, это препарат достаточно жидкий, поэтому препарат биоокси изначально применяется на биологически активные точки, биологически активные точки в нашем, ой, биологически активные точки в нашем организме, они находятся по всему нашему, скажем так, периметру лица, шеи, декольте, тело и так далее. Вот биоокси изначально мы с вами работаем с процедурой активации этих точек. Вот сейчас перед вами представленный слайд, это процедура, вот коллеги замечательно, вот вы мне помогли, принесли биоокси, вот так себя представляет, флакончик 10 мл, да, 10 мл во флакончике, 10 мл, вот такой вот он, закрытый флакончик. Мы с вами его назначаем таким образом, изначально мы колем на биологически активные точки. Перед вами есть слайд, да, есть точки обязательные и дополнительные. Обязательные точки биоокси представлены на левой картинке, вы можете это сейчас перед собой увидеть. Да, поэтому всегда, изначально, когда мы начинаем процедуру омоложения, да, доктор Гвиден назвал эту процедуру ВАРТА, процедура восстановления. Когда мы начинаем процедуру омоложения, мы с вами, коллеги, начинаем с активации биологически активных точек. Как биологически активные точки найти? Это отдельное базовое образование работы с меридианами, да, как они располагаются, как они проекцируются по нашему всему лицу, шеи, декольте и по проекции всего нашего тела. Так вот, когда мы с вами работаем с биологически активными точками, мы с вами, вот схематическое перед вами, мы с вами набираем препарат. Какое количество? Мы считаем, сколько биологически активных точек мы будем с вами работать. Если мы работаем конкретно с лицом, обязательные точки – это 5 точек биологической активации. Они у вас представлены. Вы набираете препараты столько, ровно столько, сколько вы будете колоть. К примеру, здесь на каждую точку вкола мы берем 0,1 мл препарата, иголочку берем лучше 32G, да, было представлено у нас в протоколе 30G, но из практики скажу, препарат достаточно жидковат, поэтому лучше взять 32G. На 4 мм иголочку вглубь мы создаем так называемую дермальную папу, да, и оставляем вглубь на 4 мм, оставляем 0,1 мл препарата. Соответственно, в каждые 5 точек, которые представлены у вас, мы по 0,1, это получается у нас всего 0,5 мл препарата на одну сторону лица и на вторую 0,5 мл препарата. Получается у нас с вами, коллеги, 1 мл, да, да, все верно, Светлана, 1 мл препарата у нас с вами получается, мы берем на активацию так называемых туйна точек, да, либо биологически активных точек. Также у нас есть с вами дополнительные точки. Дополнительные точки представлены на правой части экрана, на правой картинке, да, вы видите, что там есть тоже 5 дополнительных активных точек, их тоже можно колоть. Соответственно, если вы прорабатываете и с дополнительными точками, 2 мл мы используем на всем лицо препарата биоокси. Это только вы начинаете протокол проведения процедур. Это еще не все. Это только вы начинаете протокол обработки с энергетических точек. После этого мы проработали протокол с энергетическими точками на лице. Также мы можем с вами проработать с шеей и декольте. И здесь тоже посмотреть точки туйна биологически активные. Вот они представлены перед вами. На каждую точку вколы мы тоже используем 0,1 мл препарата. И, соответственно, здесь шея и декольте у нас уходит 0,6 мл препарата. Вот таким вот образом прорабатывать. Также мы можем прорабатывать на левом участке. Сейчас я не буду на этом останавливаться, быстро переключила, потому что будем с вами об этом плотно разговаривать, когда коснемся тела. Итак, проработав с биоокси, активные точки, проработав вот эти, далее мы с вами что делаем? Далее мы с вами начинаем классическую методику инъекций. Биоокси в моно-варианте можно колоть и под дермопен. Так, коллеги, пожалуйста, кто сейчас меня услышит или переслушает, тот, кто не работает с инъекционными методиками, можно колоть под дермопен на все лицо. То есть делать так называемую микропакульную технику, делать дермопен на уровень 0,2-0,25 мм. Мы можем делать иголочкой, аппарат там скинпен, дермопен, ну и так далее. Шейно-воротниковая зона, да-да-да, там есть точки вколов, биологически активные, чуть позже все не успеем разобрать в отдельный вебинар. Биоокси, дермопеном, пожалуйста, можно прорабатывать все лицо, 0,2-0,25, еще раз повторю, кто меня не услышал. Можно работать на все лицо. Можно ли делать микропакульную технику биоокси в моноварианте? Здесь, конечно, лучше и важнее, и намного эффективнее будет проработать изначально с биологическими активными точками, да, туйноточками. Затем взять препарат биомэк, биомэк препарат, биомэк препарат, помните, да, это оптимизация клеточной матрицы, это препарат для оптимизации клеточной матрицы, запустить процесс омоложения как эпидермиса, так и дермы. Как эпидермиса, так и дермы. Вот здесь вот как раз мы вспоминаем понятие о ЧТН-белке, который нам нужно супрессировать. Вот в этом тогда протоколе мы что сделаем? На все лицо биоокси мы нанесем под термопен, а биомэк, биомэк мы можем применять микропакульной техникой на все лицо. Биомэк можно тоже колоть под, применять под термопен, но, конечно, гораздо эффективнее, если мы изначально биологически активные точки проработаем биоокси, та точка туйна, которую я вам показывала, затем возьмем препарат для оптимизации клеточной матрицы, запустить процесс омоложения как эпидермиса и дермы биомэк. Да, биомэк собой представляет препарат, собой представляет продукт. Здесь продукт, который содержится в себе 6 ампул. Вот так вот он выглядит, 6 ампул по 3 мл. Коллеги, 6 ампул по 3 мл. Каждая ампулка здесь у нас с вами, если в биомэке мы можем с вами закрыть флакончик и оставить его в холодильнике до месяца, если вы его используете, как любой наш препарат стерильной продукции, то препарат биомэк представляет само собой ампулу. То есть здесь, если вы уже ее вскрыли, вы ее используете. Сделал такой маленький нюанс. Если вы биомэк использовали менее 3 мл, вы можете набрать остатки препарата в шприц и оставить его в холодильнике до недели. До недели. Если вдруг у вас такая ситуация случилась, сложилась такая ситуация. Так, возвращаемся к процедуре классической. Процедура классической биомэка с биоокси. Еще раз повторю, мы прокалываем изначально биологически активные точки туина биоокси по 0,1 мл на глубину 4 мм. Затем берем продукт биомэк и прокалываем микропапульной техникой. Можно делать под дермапен. Еще раз повторюсь, можно делать под дермапен. Затем, когда мы прокололи с вами биомэк микропапульной техникой, лицо, шея, декольте, пожалуйста. Здесь у нас иголочка 30G, 32G. Но с практики я уже колола биомэк, скажу, что лучше взять 32G. Тоже достаточно такой вот препарат жидковат. Поэтому лучше взять 32G и провести классическую микропапульную технику. Вот так выглядит пациент после проведения биомэка. Коллеги, теперь еще важный момент хочу вам сказать. Когда вы выполняете протоколированный протокол процедуры Вартома, классическая техника, вы после того, как прокололи биологически активные точки биоокси, глубина 4 мм, 0,1 мл в каждую точку, далее вы взяли препарат биомэк, прокололи микропапульной техникой лицо, шея, декольте и таким образом провели процедуру, классическую процедуру Варта. Теперь, внимание, секрет. Если вы хотите, Надежда, глубина в колоках для микропапульной техники, здесь такой нюанс. Если вы хотите и видите, что у пациента, ну, к примеру, давайте сравним его степень старения, к примеру, у ГЛАГАУ на второй-третьей стадии, да, и вот по этой стадии старения нам нужно максимально дать запустить, максимально усилить нашу процедуру, максимально усилить нашу методику. Так как я сказала, что биокси – это так называемый бустер, да, усилитель любого препарата, что мы с вами будем использовать, поэтому если вы видите, что перед вами пациент, который нуждается, ну, скажем так, в глубокой реконструализации, так глубокая, так скажем, перестройка нужна пациенту, тогда мы берем с вами биомэк и добавляем к 3 мл, да, так как у нас на все лицо, шею и декольте используется 3 мл, мы добавляем с вами в биомэку 0,5 мл биоокси, и таким образом мы усиливаем действие самого биомэка, да, биокси будет являться бустером, активатором, таким вот максимальным насытителем данного продукта. Меня сейчас услышали, да? Вот это будет такая классическая процедура, что можно и нужно делать вначале. Если процедура биоокси является, продукт биоокси является бустером, усилителем, его изначально важно, вначале каждый раз запомните себе, что самое важное, его всегда начинается с энергетической обработки, это прям вот обучитесь, выучите эти точки, да, мы будем максимально о них все время говорить и так далее, чтобы вы делали максимальный протокол, прокололи энергетические точки, точки туйной иголочкой, затем взяли, к примеру, пациенту нужна реконструализация, не просто реконструализация, а еще с биостимуляцией. Помните, я приводила фотографию пациента, да, вот, и в серединке была фотография, где пациенту нужна была биостимуляция. Так вот, когда пациенту нужна будет биостимуляция, что мы делаем? Мы берем 1 мл биомэка, смешиваем с 1,5 мл скин нормалайзе нашего, скин нормалайзе и истинного биоревитализанта, активатора, рецептора CD44, смешиваем 0,5 мл препарата биоокси, и таким образом, да, мы усиливаем, что биомэк, это самый препарат, оптимизатор клеточной матрицы, так и препарат скин нормалайзе. Берем 1 мл биомэка, смешиваем с 1,5 мл скин нормалайзе и добавляем 0,5 мл биоокси, и вот такой вот у нас получился микс препаратов для максимального усиления. Коллеги, пожалуйста, дайте мне обратную связь. Всем понятно протокол классический и усиленного действия? Всем ли понятно протокол классический и усиленного действия? Да, я сказала про протокол классический, где можно применять биоокси, с биомэком, и протокол усиленного действия, где нужна уже будет биостимуляция вместе с реконструализацией. Напишите, пожалуйста, всем ли понятны эти протоколы, для чего, куда мы используем. Я понимаю, что нас сегодня сейчас много, но это важно, чтобы даже сейчас вы, те, кто есть, это услышали. Это стимуляция, Надежда спрашивает. Смотрите, стимуляция, биостимуляция, когда мы добавляем 1 мл биомэка, еще раз препарата для омоложения, оптимизации клеточной матрицы. Затем, хорошо, Ирин, сейчас повторю, стимуляцию, ну, так скажем, усиленную стимуляцию мы делаем, для Надежды повторяю и для всех вас, усиленную стимуляцию мы делаем. Берем 1 мл биомэка, добавляем 1,5 мл скин нормалайза нашего препарата, истинного перевитализанта, и плюс 0,5 мл биоокси, да, бустера, усилителя, и добавляем 0,5 мл биоокси. В итоге у нас с вами получается 3 мл готового препарата, и мы выполняем классическую технику микроплапульную. Да, все правильно, 3 мл. Ага, Нелли спрашивает, в один шприц? В один шприц мы берем с вами, это для усиленной стимуляции. Нелли, для классической картины мы берем, для классической методики, что тоже попросили повторить, в классике мы берем 3 мл биомэка, это лицо, шея, декольте, и добавляем 0,5 мл биоокси. Да, все верно, это классическая методика. И таким образом мы что с вами делаем? Мы с вами работаем на оптимизацию клеточной, оптимизацию клеточной матрицы, запускаем процесс омоложения эпидермиса и дерм. Это классическая методика. Классическая методика. Усиленная стимуляция, да, давайте еще раз. 1 мл биомэка, 1,5 мл скин-нормалайзе и 0,5 мл с биоокси. Получается у нас в комплексе 3 мл готового препарата. Выполняем микропапульную технику. Вот такого вот ковра так называемого, да, вот на фотографии представлено. Вот такого вот ковра. И выполняем такую технику. Пожалуйста, выполняем такую технику. Да, коллеги, это тоже такой важный момент усиленного протокола. Важный момент усиленного протокола. Также у нас есть протокол глубокого восстановления для возрастной кожи. Да, сейчас я буду вам диктовать. Пожалуйста, его запишите, потому что он большой. Надежда хороший вопрос спрашивает. Это разовая ли процедура? Смотрите, коллеги, вот такая вот процедура комплексная, да, как мы говорили, классическая. Она выполняется 4 первых процедуры раз в неделю. 4 процедуры раз в неделю. 4 процедуры раз в неделю. 4 процедуры раз в неделю выполняем. Затем две последующие процедуры мы можем выполнить раз в две недели. И одну поддерживающую процедуру выполняем, одну поддерживающую процедуру в месяц. Одну поддерживающую процедуру в месяц. Вот такой вот курс. Смотрите, процедура биомека, она будет являться для нас с вами универсальной, да, потому что важно в каждой кибернетической машине, в каждом нашем организме важно оптимизировать клеточную матрицу. Конечно, каждому из нас хочется запустить омоложение эпидермиса и дерму. Это очень хорошая процедура для пациентов молодых, коллеги, да, для молодых, потому что у нас вот этот вот процесс игликации, вот этих всевозможных нехороших, разрушающих наши металлопротеиназы, запускающих металлопротеиназы, разрушающие клетки и так далее. Начинается после 30 лет, поэтому здесь это будет как биопротектор. Помните, я сказала, что процедура, что биомека, что биоокси является биопротектором? То есть это так называемая такая биопротекция, поэтому будет очень логично и прекрасно сделать такую процедуру в молодом возрасте, закрепить вот этот вот эффект еще сохранения клеток. Это важный момент, важный момент. Так, теперь рассмотрим с вами протокол для возрастной кожи. Протокол для возрастной кожи. Это протокол глубокий и широкий. Запишите, пожалуйста, себе его. Протокол для возрастной кожи. Итак, когда нам нужно полностью апгрейд произвести, полностью перестроить наше состояние кожи, перестроить структуру кожи, как эпидермисы, дермы, повлиять на эпидермально-дермальное соединение, мы можем использовать такой протокол. Итак, первый шаг, первый пункт, записывайте, запоминайте, это мы производим пилинг пирулат. Мы выполняем пилинг пирулат. Это первая процедура будет. Пирулат выполняем. Помним, что это в том числе биостимулирующий пилинг, который производится раз в две недели. Каждую неделю мы его не делаем. Далее, выполнили пирулат, произвели процедуру, взяли биокси, это все мы можем сделать с вами в одну процедуру, взяли биокси, прокололи по энергетическим точкам, по точкам туйна, так называемых, да вот они перед вами еще раз, прокололи по энергетическим точкам. Затем взяли препарат биомэк и выполнили микропапульную технику на все лицо. На все лицо. Затем взяли такой уникальный наш продукт, как спецконцентрат GF-матрикс. Спецконцентрат с факторами роста GF-матрикс. Взяли GF-матрикс и в идеале его проработали под дермопен. Под дермопен. Можно под дермопен, можно под электропарацию, что прям вообще замечательно, это целенаправленное действие GF-матрикса. В общем, можно проработать под дермопен, под электропарацию, можно сделать аппликационную методику, не обязательно вводить под препарат. Затем закрыли озоновиталом эту процедуру и нанесли нашу несмываемую маску. Комиароз плюс нормал крем в равных соотношениях. Это у вас такой глубокий протокол для возрастной кожи. Это вы сделали первичную такую процедуру. Далее, приходит к вам пациент через одну неделю. Коллеги, через неделю приходит к вам пациент. Вы ему выполняете наш замечательный мотехондриальный, энергетический, оксигенирующий пилинг RX-50. Выполняете в начале RX-50 на второй неделе. Через неделю он к вам пришел, делаете RX-50. Затем вновь биооксидно-энергетические точки прокалываете, как дополнительные, так и вспомогательные, если нужно, вспомогательные делаете. Затем берете дермапэр, затем берете, простите, биомэк, затем биомэк и прокалываете его вот такой микропакульной техникой на все лицо. Затем берете снова спецконцентрат GF-матрикс, наносите аппликационным способом его, вбивающим. Здесь уже мы не используем дермапэн. И все, как дальше за озон витах, несмываемую масочку гумиорлоз с нормал кремом, завершили процедуру. Затем, через неделю пациент к вам приходит вновь на процедуру. Вновь на процедуру приходит. Так как уже прошло две недели, мы можем сами повторить ему процедуру перулата. Ирина спрашивает перулат локально. Перулат мы наносим на все лицо. Коллеги, протокол для усиленной возрастной кожи, степень старения по глагау 3-4, стадия старения 3-4. Поэтому мы здесь наносим перулат на всю поверхность лица. Так, делаем процедуру уже перулата. Две недели прошло, делаем процедуру перулата по протоколу. Далее мы делаем протокол, как впервые. В первый раз мы делали это биоокси по энергетическим точкам, биомэк на все лицо, GF-матрикс под дермапен либо аппликационным способом, либо под электропарацию. Пожалуйста, можно двумя методиками, либо под электропарацию, либо под дермапеном. Затем закрываем озон овиталом и проводим несмываемую маску. Гомиорлоз с гомеодженом в равных пятнах лимб. Коллеги, это понятно? Надежда, пожалуйста, давайте экспозиция перулата как по протоколу. Коллеги, не будем останавливаться конкретно на перулате, как по протоколу выполнения перулата. Неоднократно мы говорили, как выполнять перулат. Смотрите по назначению, по коже. Быстро скажу 5-7 минут. Далее, через неделю, то есть это уже получается у нас третья неделя. Через неделю мы делаем с вами вновь RX-50, как мы делали на второй неделе. И снова выполняем биоксиноактивные точки, энергетический биомэк на все лицо, микропапульной техникой. Затем GF-матрикс делаем аппликационно, либо под дермапен, электропарацию и так далее. И затем делаем с вами озоновитал и несмываемую масочку. Несмываемый наш с вами продукт маска – это гомеороспрофэшнл плюс нормал крем в равных соотношениях. Коллеги, вспоминаем. Так, все это сделали аппликационно под влажные салфеточки для лучшей пенетрации. Все сделали. И это все, коллеги. Вот такой усиленный протокол трехнедельный, скажем так, усиленного действия. Поэтому это такой апгрейд полностью для реконструкции кожи. Ну, вы можете сказать, такая месячная реконструкция, полностью восстановление, полностью восстанавливающая программа, протокол для восстановления. Коллеги, так как мы понимаем, что процедура биоокси, процедура биомэка в комплексе, она работает прекрасно в синергии, это усилитель, это активатор. Далее, что делать после такого усиленного протокола. Далее вы смотрите, какой результат, да, какое состояние эпидермиса и дермы стало, какой тонус. В общем, все наблюдаете по внешним визуальным признакам. И далее уже пациенту назначаете то, что в будущем ему нужно, да, что в будущем ему нужно. Возможно, вам нужно будет, возможно, вам нужно будет такому пациенту произвести, если нужно, да, где-то восполнить филером, там где-то нужно будет восполнить, ну, там, имплантирующим материалом каким-то, вот тем же, да, мягким, либо срединным филером и так далее. Такая полностью реконструкция. Затем смотрите, наблюдаете, да, что будет через вот такой вот, скажем, месячный промежуток, и через 4 недели какое будет состояние пациента, если нужно что-то дополнить, затем через 4 недели, да, через месяц делаем процедуру, так называемую закрепляющую. Далее вы берете биомэк, биомэк берете полтора миллилитра препарата, смешиваете с одним миллилитром биокси и делаете такую процедуру, такую комплексную процедуру на все лицо микропакульной техникой. Затем через 2 недели, через 2 недели 15 дней приходит к вам пациент и наблюдаете его картину и подключаете скин-реструктур, да, для запуска стимуляции коллагена первого типа, скин-реструктур, ну, смотрите, в каких участках его лучше сделать, в нижней части лица, к примеру, да, тут уже смотрите от и размера лица, и от области применения. Тогда можно взять 1 либо 1,5 миллилитра скин-реструктуры, лучше взять 1,5 миллилитра скин-реструктуры и смешать с 0,5 миллилитра биокси. У вас получится 2 миллилитра готового препарата, и вы выполняете технику микропакульную. В нижней части лица вы можете выполнить, да, в области скуловой и так далее. Можно произвести такую, нужно произвести такую процедуру. Вот когда вы смешали 1,5 миллилитра скин-реструктуры с 0,5 миллилитром биокси, да, вот получили такую вот усиленную концентрацию, усиленный препарат, можно произвести такую процедуру микропакульной техникой в области применения. Нижняя часть лица, скуловая часть лица, можно даже лобную, наверное, вы меня сейчас спросите, как скин-реструктуру на лоб, да, можно произвести такую процедуру даже в лобной части, то есть можно произвести на все лицо. Вот такой вот протокол, он закончился, колени, он длинный, но он закончился, да, вот сегодня мы его подробненько разобрали, потому что очень важный протокол, он очень мощный, он такой для полного восстановления, так что запоминаем его. Давайте быстренько проговорим еще раз, чтобы у вас все было наглядно в голове по полочкам. Если нужно, будет, вы мне еще раз скажите, я какие-то моменты озвучу, кто что-то не понял, либо не записал. Итак, первая неделя у нас пирулат, мы используем пилинг по протоколу, биоокси используем на биологически активные точки, точки туйна, энергетические точки, вот эти точки, которые мы разобрали с вами на схеме, используете на основные, либо на дополнительные. Затем берете препарат биомэк, прокалываете микропапульную технику, как на экране, на все. Затем GF-матрикс под термопеной, либо электропарацию, либо же аппликационные методики можно использовать, контакты нанести. Далее озоновитал и несмываемую маску. Конечно, в конце, если нужно, перфекция, конечно, закрыли, я как бы такие нюансы уже не останавливаюсь. Через неделю приходит к вам пациент. Вы делаете процедуру энергетической биостимуляции, процедуру активации. Это делаете процедуру оксигенации, РХ-50. Вот как раз он дает нашим митохондриям активную жизнь, быстрее и быстрее, и лучше работать. РХ-50 делаете. Далее выполняете биооксидно-энергетические точки, биомэк микропапульной техникой на все лицо. GF-матрикс переменяете, но уже без дермопена. Затем через неделю приходит без дермопена, и снова озоновитал и несмываемую масочку, если нужна перфекция. Затем через неделю приходит пациент к вам вновь на процедуру, и здесь вы уже повторяете комплекс перулат, перулат, так как в первый раз у вас была процедура, и далее по протоколу биооксидно-энергетические точки, биомэк на все лицо, GF-матрикс под дермопен, либо электропарацию, либо локально, либо наносите аппликационно, озоновитал, несмываемую масочку, если нужно, закрываем перфекцию. Еще через неделю приходит к вам пациент на процедуру, вы ему повторяете процедуру RX-50, делаете, затем вы делаете биооксидно-энергетические точки, биомэк на все лицо, классическая методика микропапульная, затем используете GF-матрикс, используете под дермопен, электропарацию, либо аппликационно наносите, затем озоновитал, несмываемую масочку, если нужно, закрываем перфекцию. Вот такой методикой мы прорабатываем. Затем еще через неделю, то есть мы закончили с вами 4 недели, а вы смотрите, что нужно дополнить пациенту. Возможно, это будет филеропластика где-то, какой-то имплантирующий материал, если нужен будет, восстанавливайте. И после этого вы берете биомэк, биомэк полтора миллилитра с одним миллилитром биооксид, то есть у вас получается 2,5 миллилитра в комплексе, и проводите мезотерапию микропапульную технику на все лицо. Затем через 2 недели приходит к вам пациент, наблюдая его, вы берете 1,5 миллилитра скидная реструктура для стимуляции коллагена первого типа и 0,5 миллилитра в биооксе. И проводим мы с вами процедуру в нижней части лица, в скуловой области, можно даже в лобной области, как я сказала, проводить такую процедуру. Поэтому, коллеги, пожалуйста, записываем все верно, запоминаем и начинаем практиковать. Это самое важное в нашей с вами работе, это практика. Поэтому здесь очень важный момент, чтобы мы все наши моменты практиковали с вами, вступали в практику, контактировали с практической отработкой. Также есть, конечно же, протоколы обработки тела, методом тоже Вартема. Мы тоже на этом конкретно с вами остановимся, я думаю, еще в перспективе. Единственное, что по телу хочется сказать нам, когда мы работаем, у нас тоже есть биологически активные точки на теле, и там мы работаем с меридианами как внутренней, так и внешней стороны. Поэтому там тоже можно применять такую методику. Очень хорошая методика применения... Очень хорошая... Сейчас отвечу, Надежда. Очень хорошая методика применения при целлюлите, очень хорошая методика использования препаратов при работе с телом. Целлюлит, липоэдема и при липодистрофии. Прекрасные результаты. Можно получать, комбинировая с эмулитисом и с флэтом. Пожалуйста, комплекс эмулитисом. Вообще можно смешивать в один сприт с биокси, как бустер, как усилитель. Пожалуйста, можно смешивать. Я думаю, что мы подробнее еще конкретно и на этом вопросе по телу остановимся тоже. Надежда спрашивает. Последняя процедура, когда через две недели мы делаем, мы используем на минус ткань. Не совсем верно, так как я сказала, что здесь мы работаем на стимуляцию коллагена первого типа. В большей степени это будет у нас является одним из самых важных, для чего мы через две недели проводим такую процедуру. Это будет одна из самых важных характеристик через две недели завершить процедуру проработки именно скин-реструктура. Именно скин-реструктура. Поэтому, коллеги, запоминаем для себя. Запоминаем – это очень важный момент. Препарат биокси, еще очень знаем, как он работает и за что он отвечает, но он также нам в прямом смысле предотвращает старение у молодых пациентов. Поэтому, пожалуйста, при любой процедуре, при любой, коллеги, буквально любой, делаете вы процедуру, к примеру, аппликационно-абсорбционной терапии, с пилингами работаете, проведите процедуру по биологически-энергетическим точкам, биокси, предотвратите, замедлите старение, скажем так, у вашего молодого пациента, проведите, замедлите и затем делайте дальше процедуру, которую он у вас на курсе и так далее. И так нужно тоже для себя зафиксировать, что биокси – это два в одном. Это и биостимулирующее действие, и биопротективное действие. Я уже неоднократно об этом сказала. Поэтому также его можно, знаете, еще, коллеги, очень важно, и хотела вам сказать, что очень важный момент, что сейчас у нас очень многие пациенты, которые после филеропластики, которые уже выполняли всевозможные треты, нидлинги, нити ставили, филеры делали и так далее. Так вот, биокси будет являться биопротектором, то есть он будет защищать наши с вами филеры, которые же мы же поставили, от разрушения. Он продлевает жизнь филеропластики, он продлевает жизнь, он пролонгирует их действия, он защищает наши филеры от разрушения. Поэтому можно ли применять биокси препарат, можно ли препарат биокси применять у пациентов, у которых были нити, филеры, можно и нужно, это продлит им действие долгосрочно, они будут гораздо дольше стоять, чем нежели вы бы этого не сделали. Да, Надежда, все верно. Глубокое восстановление вот такого, да, протокол, как мы разобрали, это для возрастных пациентов, конечно. Ну вот туда, к примеру, как у нас представлено, это точно для себя понимаете, что есть стадии старения по глагау, да, я уже сказала, что это третья, четвертая стадия старения. Поэтому, конечно, здесь мы должны опираться на наши базовые знания, чтобы мы знали, у какого пациента какой, какая стадия старения, да, и мы должны понимать, какой паспортный возраст у пациента и, конечно, биологический, да, паспортный возраст, как бы это для нас тоже будет являться при сборе анамнеза, ну, таким, скажем, нюансом, а вот биологический возраст, самое важное, насколько, грубо говоря, лет, выглядит его ткань. Коллеги, это важный момент. Я думаю, что вы меня услышали, да, что здесь также можно применять препараты как защитник филлера, да, как биопротектор, так как мы уже сказали, что это является биопротектором. Я неоднократно сделала акцент на эти слова. Биопротектор. Как биостимулятор, так и биопротектор. Важный момент, коллеги, запоминаю. Хочу вам еще сегодня успеть сказать о таком тоже интересном протоколе применения как мезоботокс. Да, помните, мы с вами разбирали, когда у нас проходили мы в The Look Professional, и у нас с вами есть замечательный второй компонент, просто великолепный, идеальный. Это фаза ботофила. Помните, там фаза у нас есть такая ботофил, 4 ботулино-подобных пептида, один из любимых моих препаратов эффективных. Так вот, можно делать такую процедуру мезоботокса, да, который даст нам возможность проработать с такими нюансами, как шея, да, и такой усиленный пролонгирующий эффект создать, длительный эффект создать. И мы здесь можем с вами также проработать с мезоботоксом еще усиленного действия. Каким образом, хочу вам еще вот рассказать, показать своего пациента. Вот процедура, была произведена процедура пациенту Пио Мэка с ботофилом, да, со второй фазой в The Looky Professional. 4 ботулино-подобных пептида содержатся в препарате. Здесь я взяла 0,6 мл биомэка, вот на картинке я представила, что я смешивала, и 0,4 мл ботофила. И 0,4 мл ботофила. У меня получился 1 мл. И вот таким вот образом я проколола микропапульной техникой. Ну, вот вы можете видеть, да, у пациента, какие папулки стоят, да, вот такая вот папулы рассасываются достаточно, ну, скажем так, быстро, да, в течение 3-4 часов уже практически ничего нет. Вот такие вот мы процедуру можем сделать на шею, да, с прекрасным, хорошим результатом. Сам по себе препарат Biomek представляет такой слегка желтоватый оттенок за счет ингредиентов, за счет состава, который вы уже разбирали на вебинарах. Затем, разбавляя его из лука, вы видите в шприце, что такой, да, слегка желтоватый оттенок получается у самого препарата. И делаете, вот один миллилитр у вас готового раствора, и делаете микропапульной техникой процедуру мезоботокса. Мезоботокса. Пожалуйста, можете производить с хорошим, стойким результатом. Коллеги, такой вот нюанс. Если вы делаете процедуру мезоботокса для пациента, степень устарения по глагау первая, вторая, вы можете применять биомэк с ботофилом, да, вот в таком соотношении, если вам достаточно одного миллилитра, мне здесь было предостаточно, я только на шею использовала, поэтому такое вот взяла соотношение 0,6 и 0,4. Но если вы используете, если вы используете, если у вас, точнее, пациента с степенью устарения по глагау 3,4, здесь нужно усилить. Чем усилить? Усилить скин нормалайзер. Здесь вы берете уже усиление, такое делаете усиление, да, вы берете 1 миллилитр биомэка, смешиваете с полтора миллилитра скин нормалайзер и добавляете 0,5 миллилитра ботофила, и у вас в итоге получается 3 миллилитра препарата. 3 миллилитра препарата. Вы можете проколоть все лицо, вы можете сделать шею усиленного действия. Это у возрастного пациента, еще раз, со стадией старения по глагау 3,4. Вы усиливаете 1 миллилитр биомэка, смешиваете с полтора миллилитра скин нормалайзер, и усиливаете бустером, оптимизатором нашим клеточной массы, оптимизатором нашим биоокси, усиливаете его и даете вот такие вот микропапульные техники, прокалываете. 3 миллилитра готового препарата на все лицо можно использовать, можно усиленно проработать шею, к примеру, там, где вы понимаете, что нуждается кожа в этой терапии. Конечно, можно такую методику сделать в том числе, да, и дермопеном, но, конечно, конечно же, коллеги, да, гораздо лучше, гораздо мощнее, эффективнее будет процедура выполнения мезоботоксом, препаратом, и препаратом внутрикожно. Так, сейчас отвечу вам на вопросе. Елена спрашивает, через 4 недели после основного курса надо ждать 1 месяц или через неделю опять применить биомэк и биоокси? Ага, это были в протоколе первом, да, что мы разбирали усиленного действия для антиэйдж-коррекции. Елена, через 4 процедуры, которые вы произвели, да, вот 4 недели. Затем мы с вами через неделю приглашаем процедуру, пациента на процедуру, да, и смотрим, нужно ли ему делать филеропластику, к примеру, либо имплантирующий какое-то, какое-то вещество, какой-то материал. И затем мы прокалываем его биомэк, так, чтобы я, да, вот. Затем мы прокалываем ему биомэк вместе с биоокси. Это через неделю, если вы приглашаете его филером, ну, там, дорабатываете филером, если филером, ну, либо имплантирующим каким-то способом не дорабатываете, берете биомэк полтора миллилитра плюс биоокси один миллилитр и прорабатываете мизотерапией на все лицо. И только после этого вы ожидаете две недели для того, чтобы закрепить ему вот этот вот весь основной мощный протокол. Используйте полтора миллилитра скин-реструктура с 0,5 миллилитра биоокси. Вот такая вот схема. Я думаю, что правильно, да? Так, ботафил есть в продаже. Коллеги, конечно, есть. Ботафил, ага, бьюти-мет спрашивает, что ботафил в плане концентрата. Нет, ботафил, я имею в виду, я же сказала, злук профессионал, двухфазный препарат, который у нас с вами есть. Первая фаза – это энзимный пилинг, который мы используем, и вторая фаза – инъекционный, четыре ботулино-подобных пептида, стерильный продукт мы используем, злук профессионал. И вот эта фаза, вторая, ботафил, мы используем в процедуре мезоботекса. Коллеги, мезоботекс всем понятен? Еще раз я сделаю акцент на мезоботексе. Вы берете биомэк для стадии старения по… Спасибо большое. Вот, коллеги, ботафил, вот он, вот он перед вами, злук профессионал, двухфазный препарат, двухфазный препарат, двухфазный препарат, первая фаза – энзимная, вторая фаза – инъекционная. Вот он, вот он, наш продукт, вот он, наш продукт, ботафил. Вот эту ампулку берете, стерильную ампулку, вот эту вы берете и смешиваете с биомэком. Старение по глагау первая, вторая. Если вам нужно провести усиленное действие старения, стадия старения по глагау 3,4, вы берете мезоботекс таким образом, биомэк, один миллилитр, плюс полтора миллилитра скин нормалайза нашего истинного биревитализанта, плюс 0,5 миллилитра ботафила, и получаете 3 миллилитра готового препарата. После 3 миллилитров, эти 3 миллилитра готового препарата мы применяем, еще раз, да, можем на все лицо применить, можем в области шеи применить, пожалуйста, можете применять все в том области, где нуждается кожа в реконструкции. Так, мезоботекс, разовая ли процедура? Коллеги, мезоботекс, процедура может быть единоразовой, может быть, но я скажу вот с моей практики. Вот видите, да, вот этот вот пациент с мезоботексом, да, и где-то вот приблизительно через 2-3 дня при диагностике его, я понимаю, что ему нужна вторая процедура, хотя это была процедура стадия поглогау первая, поглогау первая, поэтому здесь мы используем протокол проведения мезоботекса с интервалом один раз в 10 дней. Один раз в 10 дней мы можем производить такую процедуру. Проводим мы мезоботексы столько, сколько нужно, столько, сколько вы видите, как, какая ответная реакция у вашего пациента. Две процедуры, две, три, три, четыре, четыре процедур с интервалом раз в 10 дней. Единственное, то, на чем делаем мы акцент, это раз в 10 дней мы используем, один раз в 10 дней, один раз в 10 дней. Вот еще очень хорошие наши коллеги из Европы делали такой интересный протокол, что же я вам хотела его сказать для наших коллег, которые не работают с инъекционной методикой. Тогда, что мы не работаем, если с инъекционными, как можно под Дермапен сделать? Под Дермапен очень великолепная тоже процедура. Вы берете ботафил, вот единственное, что прям вот наглядно ботафил, там всего в ботафиле, коллеги, если помните, The Look Professional, фазный препарат, у нас в составе нашего набора входит схема, и здесь точки инициирования есть в самом препарате The Look Professional. Точки для инъекции есть, их немного, помните, вспоминаете, что их немного. Здесь у нас точки для инициирования, в области глаз, межбробные, там по 3-4 точки, их немного. Тогда вы прокалываете тот, кто не использует иглу, тогда вы вот эти точки, ну, точки, к сожалению, желательно проколоть, вы прокалываете тогда эти точки в области глаз, в области межбробные, в области лба и берете BioMag, смешиваете с BioOx1 один к одному в шприце и прорабатываете дермопеном все лицо. Великолепная процедура. Здесь же мы проработали, да, злук Professional стадия вторая, боттофилом, поработали на активные точки, сокращение мышечной структуры, да, проработали хорошо, взяли BioMag с BioOx1 к одному, смешали в шприце и нанесли дермопеном на все лицо 0,25 мм глубина. Так, курс усиленной биостимуляции такой же, как у классической. Ага, да, курс усиленной биостимуляции, какую мы с вами, коллеги, только что обсуждали, да, где мы используем не просто BioMag, а мы BioMag смешиваем с BioOx1 тоже. Какой курс? Мы проводим первые четыре процедуры один раз в неделю. Один раз в неделю проводим первые четыре процедуры. Это обязательный протокол выполнения процедур. Вот, смотрите, есть такое тоже очень интересное понятие, что у нас существует вообще регенерация нашей кожи, да, она занимает в среднем в зависимости от возраста, состояния регенераторного, состояния генетики, ну и так далее, и так далее. Она занимает в среднем где-то у нас до трех месяцев. Поэтому очень важный момент, вот этот период первых до трех месяцев, когда у нас срабатывает регенерация, мы должны биологический процесс наш поддержать, чтобы это было все нам во благо. поэтому очень важно вот эти первых четыре процедуры нам производить, ну, если у вас пациент, к примеру, не пришел каждую неделю, насколько это будет критично, не совсем критично, для вот этой процедуры классической и усиленной, как в Артема, да, мы, самое главное, чтобы мы с вами их сделали на протяжении вот этих вот трех месяцев, это самое важное, если, к примеру, пациент, ну, не смог вам прийти раз в неделю, это не привязка вот к недельному, скажем так, интервалу. Если для классической процедуры биостимуляции, к примеру, да, скинереструктура, я неоднократно говорила, что я не беру пациента на процедуру, если он не делает четыре процедуры раз в неделю. Четыре процедуры раз в неделю, это обязательно для скинереструкта, скинернормалайза, это обязательно, потому что здесь очень важно вот эта доза зависимой. То в процедуре классической и углубленной биомекс, биоокси, когда мы говорим в комплексе, то самое важное, чтобы вот за этот период трехмесячный пациент выполнил вот как минимум эти четыре процедуры. Четыре процедуры, это обязательно. Дальше вы смотрите по вашим знаниям, по состоянию кожи пациента, как у него все сработало, какая у него ответная реакция, ну и так далее, и так далее. В общем, здесь много моментов, которые нам нужно в пролонгированном результате посмотреть, какое состояние кожи пациента. что же, такой курс интенсивного лечения, что же нам, коллеги, какой же у нас домашний уход желательный, домашний уход желательный, такой курс усиленной структуры. Домашний курс, он, конечно же, есть, в процедуре мезоботок, так и в процедуре усиленной стимуляции классической. Домашнее назначение мы назначаем пациенту по состоянию, ну, очищение, конечно, по состоянию эпидермиса, далее очищение дневное и ночное по состоянию его дермы, но желательно, чтобы ахокислоты были у нас в утренний период времени, да, мы назначаем на утро средства с ахокислотами, а вечером мы назначаем процедуру, которая в идеале бы, да, если нет противопоказаний содержащие ретинол, либо ретинальный дегид, то есть ночное средство наше с вами ревинол, либо же это крем элисир, да, вот это будет прям вот идеальное поддержание домашнего ухода. Протоколы, конечно, много, они как применяются на тело, да, протоколы есть еще специфический симмулисис. Мы будем об этом говорить, чтобы все не было для вас таким, скажем, в голове вихрем, чтобы все сейчас устаканилось. Я хочу, чтобы вы хотя бы вот эти базовые, да, такие классические протоколы для себя зафиксировали, пометили и углубленный антивозрастной протокол, усиленный протокол, чтобы сейчас понимали, как это все можно совмещать и применять, а дальше будем уже с вами говорить о том, какие конкретно продукты можно усиливать, какие конкретно наши продукты можно усиливать. Конечно, можно добавлять биокси в классическом варианте и в скинер структур, и в скин нормалайз, да, конечно же, и в эмулисис можно добавлять биокси, вот в каких пропорциях мы будем об этом в будущем с вами, конечно же, обсуждать, что будет дальше. Коллеги, я думаю, что на сегодня достаточно информации, да, мы с вами плодотворно поработали сегодня практически весь день, я благодарю тех, кто дождался нас с самого раннего утра, и спасибо, что вы с нами, развиваетесь, учитесь. Вот, да, как раз замечательно, завтра у вас будет прекрасный тоже семинар, вебинар, да, и вы тоже еще более подробнее услышите рекомендации нашего доктора Гвида, как он усиливает препараты, там тоже будет более подробнее. Так, насколько препараты болезненны, Елена спрашивает, тоже хороший вопрос, Елена, и здесь я вас наконец-то порадую и скажу, что они не болезненны, да, Елена, они не болезненны, и для всех нас, коллеги, услышьте меня, вообще ни один препарат, ни Биомэк, ни Биокси вообще не болезненны, да, коллеги, я хотела вам показать свою практическую наработку, лично, да, себе я колола препарат Биокси по энергетическим точкам, да, это была область верхнего предплечья, это была область нижних конечностей, в том числе и стопы, и скажу, да, я думаю, вы знаете, насколько полезна область стопы, конечно, сам вкол, ну, чувствительный, препарат вообще не болезненны, и что Биомэк, что Биокси, вообще нет боли, это очень приятно, да, что все-таки наконец-то у нас есть препараты, которых вообще нет чувствительности, это очень приятно, потому что действительно перенести большое количество инъекций, вот когда мы говорим о классической микропапульной технике, сами вколы не чувствуются, а если еще и болезненный препарат, так вообще тяжеловато, а здесь очень приятно то, что препарат не болезненный, нет чувствительности, переносится прекрасно, да, он еще очень важно, что не оказывает такое вот внутреннее, так скажем, раздражающее действие, да, когда вот, если мы сравним со скитер-структурой, поэтому очень очень приятно, очень приятно, что такой замечательный препарат у нас с вами есть. Надежда спрашивает, да, да, вот как раз Тян Семеновна пишет, что вкол был на стопе, только неприятно, да, действительно, это было неприятно. Препараты в лечении акне актуальны и при лампастном синдроме, да, есть вопрос. При лампастном синдроме, Надежда, даже не посоветую, вот при всем, при моем желании у меня не было таких наработок, не посоветую. А препараты в лечении акне актуальны? Конечно же, Елена, конечно же, актуальны. Единственный момент, не в стадии обострения, если у вас стадия обострения, мы назначаем антиакне-терапию домашнюю, да, вы знаете, что в состоянии активного воспаления это самое актуальное, что мы ее используем, используем домашнюю терапию, затем мы, конечно же, вы представляете, насколько, вот просто даже представьте, настолько здорово изменить структуру той среды, в которой же эти бактерии, ну, грубо говоря, живут, размножаются, ну, и так далее, и так далее, мы меняем им вот эту вот среду, в которой они живут, конечно же, очень актуальны. И при любых, в том числе, других нарушениях, они тоже очень терапевтически актуальны. Нарушение сосудов, куперозе, конечно же, коллеги, конечно же, это прямо благодатно, но не в острой стадии воспаления. Да, единственное, что максимальный акцент не в острой стадии воспаления. Когда приглушили домашнему антиакне либо антикуперозу в ходе, приглушили эту стадию воспаления, далее мы используем уже с вами препараты Биомекс, Биоокси, Биоокси на активной точке, Биомекс смешиваете с Биоокси для усиленного действия и прокалываете. Делаете такие замечательные протоколы для своего пациента с проблемой акне. Особенно Биоокси, Биоокси очень эффективный, это бустер, это усилитель, еще раз, он усиливает любое действие, препараты, которые вы с ним соединяете. Конечно же, всегда начинайте прорабатывать энергетических точек, всегда, помните, точки в полах, прорабатываете с них, затем смешиваете его с Биомексом, это будет еще усиленного действия, и прорабатываете микропакульно. Поэтому, что Биоокси, что Биомекс, будут являться активаторами запуска, ну, скажем так, здоровой среды. Поэтому, это два препарата, которые дадут нам возможность, вот, коллеги, все, что мы с вами уже знаем, то, что у нас есть уже в голове, наши практические наработки, наши шикарные результаты, наши мощные протоколы, вот добавляем Биоокси для усиления, а Биомека для среды, в которой это все происходит. Это каждому пациенту нужно в молодом возрасте, в молодом возрасте даже нужно, можно применять. Сколько пациентов у нас после филеропластики. Пожалуйста, Биоокси закрепили на биологические энергетические точки, пожалуйста, закрепили, продлили биопротективные действия филеров, нитей, ну, и так далее, и так далее. Это же вообще кладец для нашего современного мира, насколько препараты будут работать на 100%, потому что они каждому первому нужны, каждому первому, даже не каждому второму. Коллеги, все, я была рада вам, все-таки усилия были, но все-таки мы с вами это сделали, мы прочитали до конца, и вы прослушали всю информацию. Я вас благодарю за внимание и за ваше стремление к знанию. Всего вам самого доброго и до новых встреч. Берегите друг друга и ваших пациентов однозначно. Всего доброго. Пока. 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 Продолжение следует...